Значит, наш тренинг, тренинг-семинар называется «Сказка о любви». Но там есть интересное продолжение. Или «Как прожить вместе долго и не убить друг друга». Я думаю, что вы понимаете, что это не случайно. У нас есть ожидания, у нас есть представления, как это будет. Мы хотим все счастливо жить и долго жить со своими половинками. Со своими супругами. И, к сожалению, получается не всегда так. Ну, а более, это такой, я бы сказал, более оптимистический взгляд на вещи. Я бы сказал, очень часто не так. И в чем же причина? Вроде бы мы нашли того человека, мы его любим. И множество несчастливых переживаний. Но одновременно почему-то именно этот человек может сделать нам так больно, как никто нам никогда не делал. И возникает такое настроение. Я бы его убила, но жить без него немало. Я хочу рассказать о том, что сегодняшний тренинг, «Сказка о любви» или «Как прожить вместе долго и не убить друг друга» является частью цикла тренингов. Сам цикл, так называется, «Формула любви». Я название взял из известного и любимого моего фильма. И, да, вот, сама задача этого цикла тренингов – помочь понять себя, свои желания и те препятствия, которые мешают их реализовать в партнерских, я имею в виду, мужчина-женщина, супружеских, семейных отношениях. У этого цикла есть своя определенная логика. Я в этой логике расскажу последовательность тренинга. Это первый, как бы, запускающий этот цикл тренинг. Он называется «Девочка к королеве». Там рассматривается, как бы, сама женщина, да, ее ипостаси – девочка, любовница, хозяйка, королев. Как они соотносятся между собой? Не находятся ли они в каком-то конфликте, противодействии с самым собой? Вы знаете, что борьба с самим собой – это абсолютно безнадежное дело. Всегда мы проиграем, то есть, если есть внутренний конфликт. И как они, в принципе, уже себя проявили, да, то есть, какого уровня достигли, что еще там может быть потенциал какой-то. Это очень интересный тренинг, который есть у наших любимых. Второй тренинг – это сегодняшняя «Доска-сказка о любви». И в этом тренинге есть свой замысел. Это у каждого из нас есть представление о том, как мы хотим построить эти отношения. И это очень влияет на то, как мы их строим, на то, как мы их оцениваем. Хорошо ли нам в этих отношениях, удовлетворяют ли нас эти отношения. И как мы будем поступать с ними, если они уже как-то нам не сильно приятны, не сильно нравятся, что там не отсутствует. Я буду отдельно, сейчас вот расскажу о всех тренингах, отдельно расскажу о смысле, да, об идее этого тренинга. А пока что следующее. Это у нас следующий тренинг – это «Идеальный партнер». В женском варианте, или что нужно женщине. Ну, в принципе, может быть, этот тренинг не для мужчин, в принципе, не для мужчин, не для женщин. Но так уже сложилось, что это мы первоначальное воспринимание как цикл женских тренингов. Потому что вообще-то часто на них чаще всего приходят женщины. Есть, кстати, мужской вариант первого от мальчика к королю, да, да, то есть от девочки к королю, от мальчика к королю. И мы делали, правда, всего один раз такое. То есть, да, пока спрос меньше, чем у мужичей. И вот там, опять же, у нас есть определенные потребности, определенные, да, скажем, желания, которые мы хотим реализовать с нашим партнером. Они могут быть как осознанные, да, в представлении, так и бессознательные. И их тоже важно очень разобраться, понять, понять, откуда претензии потом возникают, да, почему такое хорошее начало потом приводит к какому-то резкому изменению. И последний тренинг, упражнение, из которого я сейчас использовал, да, это... Это... Как достичь благосостояния. В данном случае благосостояние понимается в двух смыслах. Это благое состояние, да, то есть состояние, которое как раз и нужно. И мы хотим его получить, им нужно в нем быть, чтобы отношения были хорошими, гармоничными. И благосостояние в более узком смысле, да, когда у нас есть средства для того, чтобы реализовать какие-то свои желания. Куда-то съездить, может быть, да, что-то купить, что-то иметь. И вообще благоустроить свою жизнь. Дело в том, что у нас есть внутри магнит, который позволяет, если этот магнит проводим... Сейчас вот упражнение 6 точечек, этот магнит у нас немножко активизировано, да, ну, так скажем, процентов на 5, на 10, на кого-то больше. Когда этот магнит у нас там на полную силу включен, два полюса верхний, нижний, да, это вот голова или гениталии, работает как батарейка такая. И к нам притягиваются люди, какие-то обстоятельства, мы притягиваемся к кому-то, следуя вот этому, кстати, ощущению пространственного, да, например, куда мне идти, я не знаю, но сейчас чувствую меня вот туда. Буквально можно, когда эта техника стала частью жизни, буквально по улице-таки идти, не знаю почему. Тут я встречаю человека, которого давно хотел увидеть, но судьба не сводила, да, то есть это то, что на многих тренингах называют, как быть в потоке. Это включить, да, свои ресурсы, связанные с телом, ресурсы, связанные с бессознательным. Вот такой цикл. Хочу еще сказать, что и сегодня, и вообще на каждом из этих тренингов, вам как бы теоретическая часть, естественно, будет посвящена конкретному тренингу, да, более расширенному. А практическая часть, расстановочная, может быть взята из другого тренинга. Ну вот вы видите упражнения, я их даю всегда, там иногда чуть больше, во всех тренингах, да, упражнения из последнего. Второе, вы можете заказать здесь расстановку, и сегодня из тренинга, там девочкой к королеве, да, со своей моделью, с этими ипостасями. Игорь может заказать от мальчика, да, вы можете заказать из мой идеальный партнер, да, ну, в последнем тренинге, он больше телесный, там не расстановочная техника используется. И, в принципе, вот такое общее, есть своя логика, есть своя закономерность, приходите, есть ли услуги, будете уже знать, о чем это речь. Вопросы есть какие-то по этому материалу, о этих тренингах? Хорошо. Теперь сама идея, сам смысл сегодняшнего тренинга, это, я хочу использовать две метафоры, и самое прикольное, что они практически выглядят почти одинаково. Как я уже говорил, я так думаю, что есть какой-то процент людей, которым не важна ни семья, ни парные отношения, и они есть. Ну, не знаю, может быть, просто так у них судьба сложилась, что они этого не хотят. Ну, вот, закоремелые холостяки, люди, которые сказали, нет, у меня этого в жизни не будет. Ну, думаю, что все-таки большинство, нас подавляющее большинство, стремится создать парню. Вот лично я, пусть это, скажем, мое романтическое заблуждение, думаю, что мы парные существа, в первую очередь. И вот слово пол, да, стать, секс, ну, разные слова, языки, да, стать украинским, оно очень, для меня, кажется, значимым, если вот так понять, как я предлагаю. Когда мы говорим пол человека, да, то это означает половина человека. Поняли, зачем я говорю? То есть половинка мужчина, половинка женщина, это чуть-чуть похоже на идею Платона, что существуют половинчатые души, которые друг друга ищут, да, находят там свою половинку. И вот я, в принципе, думаю, что мы только вместе можем быть целостными. Мы только вместе можем быть счастливыми. Я обращаю внимание на значение слов, и хочу ваше обратить внимание. С частью. Счастье, это быть счастью с этой половинкой, да, и мы нуждаемся в том, чтобы она была. Даже тот, кто, как бы, принял решение жить отдельно, он, в принципе, нуждается. Ну, заводит себе кошек, собак, может, любимое дело ему заменяет какое-то вот это все. Но он чем-то там себя отвлекает и где-то туда свои силы сублимирует, да, как говорят, как говорил Фрейд. Ну, так или иначе, это технику парности. И мы, естественно, хотим этого. Недавно у нас на телевидении спрашивали, кто хочет больше, мужчины или женщины. Я думаю, хотим мы одинаково. Ну, женщины чуть больше на этом концентрируются, потому что с маленького относят куколок, да, там, колясочки возят. Ну, так, о семью, думаю, больше, а мальчики как-то чуть-чуть, там, не знаю, с автоматиками бегают, и там, машинки, ну, очень больше, может быть, о работе, о своей реализации. Ну, я думаю, что это, в принципе, просто ситуативно, все хотят семьи, и все создают некое представление о том, какой она, эта семья, будет. Вот это представление я и назвал сказка о любви, да, то есть сказка, потому что так, как я хочу. Слово сказка как бы идеальный вариант, да, то есть как бы, ну, я думаю, конечно, есть мазохисты, да, но редко. Те, которые эту сказку придумали сразу, как страшную, да, в которой, ну, это хорошее такое желание, это такая идея, мечта, и потом начинается возраст, с которого можно уже, да, вот, можно создавать пару, и мы создаем свою пару. И на основании этой мечты мы, как бы, и решаем, оно, не оно, да, получается, не получается, хорошо мне в этих отношениях, или плохо, и вообще, как с этим быть, да, вот. Вот. И хотели бы мы, как у той сказки жить, ну, сказка, да, есть такая фраза, и жили они долго, и счастливо, да, и умерли в один день. Не удержуясь этой иронии, я думаю, что это, конечно, вообще, такой, скажите, трагический конец, потому что умерли в один день, мы только газом отравившись, вот там, убили в один конец. Но есть большой смысл, конечно, там есть большая, ну, как бы, такая, грустная, трагическая нотка, что, если, конечно, вы жили долго и счастливо, то хорошо умерли в один день, да, потому что один другого не переживал, ну, это так, ну, ладно, не будем о грустных, да, то есть, во всяком идеальном результате есть немножко неидеальный компонент, хотя бы в конце. И вот, а получается, у многих, я думаю, сейчас, согласитесь, не так хорошо, не так идеально, может быть, потому что сказки две. Есть сказка женская, да, есть сказка мужская, и они не сильно-то согласованы, согласитесь, и не всегда мы эти сказки вообще думаем согласовать, да. Ты меня любишь? Я тебя люблю. Значит, она спросила, ты будешь жить согласно моей сказке? Он сказал, да, я буду жить согласно твоей сказке. А какие сказки у нас? Никто же не выяснял, понимаете? И как классическое потом. Вася, вынеси мусор. Не буду, ты же сказал, что ты меня любишь. А какое это имеет отношение к вынотке? У меня другой смысл был в сказке, понимаете, да, Тальц? Но, кроме того, что у сказки есть сознательная часть, понимаете, та, которая в голове. У сказки есть, к сожалению или к счастью, бессознательная часть. И она, как и все бессознательная, даже больше определяет судьбу этих отношений, чем сознательная. И я хочу нарисовать вам такую схемку, значит, в которой вот эта голова, да, голова. Это у нас тело. Извините, что тело так нарисовало. Ну, право, да? Образно. Образно. Ручкой ножки я не буду дорисовать, хорошо? Ну, по размеру просто соотнес две области. Тело больше, голова меньше. А вот еще есть одна метафора, которая очень подходит для объяснения... Еще одна метафора, которая подходит для объяснения... Которая подходит для объяснения, что такое сознание, бессознательное, да, и как они соотносятся. Айсберг. Вот рядышком я нарисую айсберг, да, вот водичка. Вот здесь сознательная часть, сказка о любви, да, сказка о любви. Сознательная. Вот тут мы думаем, тут у нас какой-то образ, да, мы что-то тут себе угообразили, и у нас есть сказка о любви. Ну, в этой сказке, и самое интересное, что бессознательно больше появляется на уровне тела, да, в этой сказке есть подводная часть, иногда очень опасная, да, то есть, мы видим тут, а, там, то, с чем можно столкнуться, и пройти ко дну, как этот, Титаник, да, то есть, в этой цели. И вот, у этой сказки еще есть, как бы, три компонента, а, четыре компонента. Вот это информационные компоненты, то, что вы можете рассказать о своей сказке, это очень классно, это очень важно, это очень важная часть этой темы, да, но не в этом три. Потому что у нас не хватает на это время, и мы часто работаем с этим на индивидуальных консультациях или отдельных, не тренингах, а просто семинарах, да, когда мы вот это уже писали. А вот здесь у нас есть энергетическая составляющая, то, что вот через тело переживается, и мы с этим сегодня будем работать, да, вот, на уровне психоэнергетическом. Есть составляющие времена, потому что в сказке ты езжешь свои этапы, фазы. Ну, как я, где я его встречу, как я с ним познакомлюсь, да, если он должен быть красивым, да. Я в Машутках не знаком, слушайте, это совсем, все испорчено. Я с ним познакомился в Машутках, прожил 20 лет, да, но начало-то было испорчено, да, вот, не так. Я шучу, конечно. Как мы пройдем этот этап кофетно-букетный, да, как мы пройдем этап ухаживания, да, как свадьба пройдет. Извините, для многих свадьба катастрофа, после свадьбы уже там все поссорились, родители, невеста, свекровь, ну, в общем, все. Хоть разводы, разводы, да, поженились, на том и разошлись, да, вот такое, может быть, фаз. Потом, чаще всего, если не по залету, то следующие, живут тут немножко в паре, да, до беременности. Следующая фаза, потом появляются дети, длительная фаза, потому что дети обычно вырастают хотя бы до 16 лет. Ну, и потом фаза, так называемого, пустого гнезда, когда детки выросли, выросли вдвоем, и вас вдвоем, может, уже и неинтересно, да, потому что все о детях, о детях, о детях, а уже друг о друге забыли как-то, уже непонятно, как быть без них, и надо же их затянуть назад в семью. Потому что они помогали нам дальше жить, да? Чувствовать себя как-то. Да, потому что, и некоторые детки так и остаются в семье, потому что, ну, родителям они нужны для поддержания баланса, да, они сами-то уже не готовы жить. Я вам так рассказываю некоторые вещи, ну, вы поняли, да, все по времени это вот так на фазы распадается. И это еще есть одно пространство, часть этого пространственная, это вот структура у нас внутри семьи и структура. Ну, например, семья – это основа муж, жена. Но, очень часто, или реально, или, скажем, в голове, муж, жена, мама, жены, теща, да, мама, мужа, свекровь, тут еще есть, ну, и так далее, понимаете? То есть, вопрос, кто входит в состав семьи? Очень большой вопрос, да? Анекдот вам расскажу на эту тему. К сексологу пришли муж и жена, они говорят, ну, вот у нас ничего не получается, ну, уже 5-й год, а оргазма не было. Даже у мужчин. Ну, говорит, ну, ладно, хорошо. Ну, вот так вот ля-ли-ли, да, там, в левый бок. Пробовали, ничего не получается, да? Ну, вот так вот, как бы, вы сверху, да, пробовали, ничего не получается, там, вы снизу, вы снизу, пробовали. Ну, а на левый бок, да вы шо, лицом к маме, что ли? То есть, ну, если она реально входит в семью, да, то есть, с ней связи, отношения психологические, экономические, ну, и все-все-все, да? Мы же, существа-то многогранные, нам и то, и то, и то нужно, то это тогда структурно особая семья. Она семья муж, жена и мама, да? И это, ну, в общем, это вот тоже, вот эти вот части, вот это тоже отдельно на индивидуальных консультациях, вот это тоже на индивидуальных консультациях, или семинарах без тренингового компонента, или минимальный тренингового компонента. Вот это то, что я хотел вам дать, как теоретическое. Хочу сказать, что вот это, вот это вот, да, что там у нас в бессознательном, это очень важно, очень интересно и требует больше времени, чем я рассчитывал сегодня это дать, вот в этой, ну, прямо вот сейчас. Я во время или после расстановок, я что-то буду на этот счет рассказывать, фрагментарно, что будет касаться именно того, что здесь мы увидели, да, для самого заказчика расстановки, и для тех, кто, ну, сейчас это чувствовал, помогал, и вам тоже будет это важно. Хочу, кстати, сказать, что каждая расстановка будет касаться всех. Вот это очень интересно, да, она вот, как бы, интерес вызывает, какие-то ассоциации, какой-то вот резонанс у всех присутствует здесь, в тренинговой группе. Поэтому и те, кто заместителям, и те, кто, да, может быть, посидят, послушают, что-то почувствуют, они, как бы, тоже получат расстановочную работу. Но подробно, такая, теоретическая часть, о, вот, что же у нас здесь бессознательное, будет на экранах наших телевизоров в пятницу ближайшую. Вот Таня приглашает меня, как ведущая канала Кременчук, да, сейчас уже на Кременчукской новойне, да? Да, Кременчук. На свою передачу, мы там об этом поговорим, а вы, пожалуйста, следите за нашим фейсбуком, мы туда выложим, да, либо за каналом этого телевидения, да? То есть мы там где-то 20 минут этому посвятим, я не хочу сейчас вас уже так теория загрузил, что так уже, наверное, все там контакты, транзисторы плавятся. Теперь четко покажу, с чем мы работаем сегодня. Мы работаем вот с этой пограничной сферой, да? То есть мы работаем с гранью, где сознание соединяется с бессознательным, и у вас будут сегодня осознанные какие-то инсайты, понимание, и у нас будет и что-то, что меняется, и непонятно, да, что-то поменялось, да, но непонятно, что. А потом вы в результатах увидите, что это, надеюсь, к лучшему. Все, спасибо.